Звонарь Либо представляешь внутри себя ощущение праздника, в честь которого ты звонишь в данной ситуации, либо молишься. Звонарь это послушание и это молитва звуком. Поэтому лично для меня это отношение как послушание, как служба, один из элементов службы в храме и в церкви. Молитву звонов в колокольне Успенского собора, так же как и Александр, приехали совершить 16 звонарей. География впечатляет. Москва, Псков, Самара, Нижний Новгород, Минск и Хельсинки. Уже третий год подряд звенигород выбирают не случайно. На этой звоннице собраны уникальные по комплексу ансамбль колоколов. Среди них три колокола старинных. Один колокол, как считается, является пронежащим 17 веку, два колокола 19 века и еще четыре колокола относятся к нашему времени. Они были отлиты в 2004 году, когда было принято решение обновить ансамбль звонницами. В рамках Московского пасхального фестиваля колокольную музыку можно услышать в Истри и Сергиевом Посаде, а также в других городах, как в России, так и за ее пределами. Например, впервые колокола зазвучат в Хельсинки и Риге. Эта программа не только для жителей Звенигорода важна. Это определенный срез культуры нашей страны, который, к сожалению, был забыт. Мы знаем из истории, что до революции вот такие концерты в сплошную светлую седмицу пасхальную, они были повсеместно. То есть приходили люди и слушали звоны. Сотрудники Звенигородского музея решили сделать такие фестивали колокольного звона традиции и уже в августе ждут гостей на праздник «Звени Звенигород», на котором мастера снова покажут свои таланты. И город будет звенеть, как и полагается ему по названию. Василиса Ивашкина, Денис Харламов, телекомпания «Одинцова».